привет мои хорошие хочу вам показать книгу мы решили с мужем попробовать но пока нам не надоест так скажем здесь огромное количество рецептов в этой книге искусство французской кулинарии или уроки французской кулинарии от джулии child а также у нее есть соавторы но обычно знаете как говорят джулия child и все ее книга кулинария кто такая джулия child расскажу вам обязательно расскажу и мой муж вот первый рецепт из этой книги идут супы сначала и он сегодня готовит луково-картофельный суп лик это тоже лук покажу вам как он выглядит а я следующее воскресенье или субботу по настроению посмотрим и по за по нашей загруженности я буду готовить как он правильно называется крем-суп грибной вот по этому рецепту все я здесь прочитала перевела для себя и вам обязательно все расскажу покажу и рецепт будет я подумаю или в описании или ну каким-то образом я вам рецепт тоже дам посмотрю как и где вот такой у нас эксперимента сейчас покажу вам лук вот так выглядит этот лучок лик зеленые вот эти стебли жесткие для бульона используют когда варят бульон а если что-то там жарят и то что идет уже в пищу это внутри вот этот стебель он более нежный и ну такой его обычно используют шумит меня это у нас идет обогрев дома газовый обогрев газовая колонка стоит в гараже а на улице еще стоит для кондиционера такой огромный мощный вентилятор могу даже вам показать если вам интересно как это выглядит в америке в россии то такие знаете маленькие кондиционеры а у нас поскольку он на весь дом один кондиционер он просто подключен в центральную систему отопления и вот так вот он выглядит этот мощный огромный вентилятор если не какие-то хозяйственные дела еще стоят под деком он у нас стоит мой бобик я про тебя забыл думаю что так тихо в доме а он у нас на улице приучаем его быть немножко одному на улице он же такой знаете собака я не знаю она вообще собака это от вас не отстает вот где вы там и он в доме где вы сидите он будет рядом лежать он отдельно не лежит может потому что он еще щенок это мне нужно сегодня обрезать кустики поэтому я не убрала такая лапушка лапушка такая выглядит уже почти как взрослый хотя ему всего четыре месяца малышечка моя сейчас пойдем домой давай покажем как мы заходим ждать год бой так сделаю чтобы было по понятнее немножко нельзя перевести ну ладно ждать команда ждать я открыла дверь и захожу внутрь а он должен ждать ждать можно молодец мой зайчик молодец мой мальчик умничка да пора кушать сейчас тебя потренирую подрессирую и кушать будем честно говоря не ожидала что суп будет таким вкусным поэтому решила вам все-таки показать как это выглядит крем-суп и быстренько пройдемся по рецепту готовится простецкие простецким смотрите вот у нас рецепт и даже здесь написано пахнет вкусно и на вкус очень хороший и очень просто готовится можно тут вариации разные ну вот судя по рецепту так скажем пересказываю вам рецепт и короче говоря мелко измельчаете лук картофель заливаете водой и ставите 40 50 минут медленно вариться если есть скороварка то 5 минут скороварки и потом открываете еще 15 минут там нужно чтобы он покипел открытый добавляете соль по вкусу перемещаете все в блендер измельчаете до состояния крема и перед тем как подавать на стол опять то есть вы можете его оставить в таком виде и потом перед подачей вы его разогреваете добавляете масло сливочное так сколько у нас здесь ну вот две-три столовые ложки мягкого сливочного масла или крема крем это сливки у нас выпить cream это у нас сливки доводите до кипения но не кипятите все разлили в тарелки и сверху петрушка и петрушка она подчеркивает нежность и вкус этого супа ребятушки готовьте не пожалеете дома если ничего нет есть только картошка и лук вы можете удивить всю свою семью и гостей так что очень очень рекомендую бон аппетит